Наивное искусство Все более завоевывает сердца широкого зрителя в Дагестане Выставка художника-самородка Рашида Саадулаева Открылась на одной из самых престижных выставочных площадок В Культурно-выставочном центре Национального музея Дагестана имени Алибека Тахагоди Впервые имя Рашида Саадулаева прозвучало в проекте первой галереи «Наивный фестиваль» Где самобытный талант заметили искусствоведы и ценители живописи Так Рашид Саадулаев стал участником проекта «Самородки» Который проводит Республиканский дом народного творчества и Министерство культуры Дагестана В первой галерее в декабре прошлого года проходил фестиваль наивного искусства И Джамиля Дагирова бросила клич, скажем так Она приглашала к участию всех наивных художников То есть художников-самоучек, которые нигде не учились, но вот избрали такой вид творчества Поэтому я как-то вспомнила, что есть у нас такой в Водлихе замечательный художник И просто ему предложила поучаствовать Мы показали работу Джамиля Дагировой, она сказала, конечно, да, привозите Я сама была удивлена, потому что действительно площадка национального музея Это очень высокая планка И в каком-то смысле Рашид, конечно, везунчик Не каждому художнику при жизни выпадает такое счастье Презентовать свои работы на такой высокой площадке С другой стороны, хочу сказать, что это огромная ответственность В какой-то мере даже вызов Потому что ему остается только пытаться как-то до этого дотянуться и соответствовать Проект самородки, он, конечно, можно сказать, набирает темпы И открываются все новые и новые имена Иногда даже совершенно неожиданно Иногда мы кого-то планомерно, так сказать, выискиваем И охотимся, если так можно выразиться, за этими интересными художниками Потому что это потрясающее явление Новые и новые имена открываются И вот на выставке, которую Республиканский дом народного творчества в декабре Открыл в Национальной библиотеке Там были представлены даже работы художницы, которой 84 года Это учительница родного языка из Казбековского района Которая всю жизнь проработала в сельской школе И вот уже будучи в возрасте, когда ей исполнилось 80 лет Она начала заниматься рисованием, живописью И удивительные, совершенно ни на кого не похожие работы Творчество Рашида Саадулаева по-новому раскрывает феномен наивного искусства Силу его притягательности и неотразимого очарования Под которые попадают зрители Это направление в искусстве получило эстетическое признание И теоретическое изучение в российской художественной практике не так давно Наивное искусство, как правило, оптимистично по духу Жизнеутверждающе, многопланово и разнообразно В нем нет техники, нет школы Ему невозможно научиться Это такое исконное творчество души Знакомясь с творчеством, с биографией этих художников Невольно возникает вопрос Что же это за сила, которая их выхватывает из круговерти Это люди самых разных могут быть профессий И вдруг они все оставляют Или параллельно своей основной профессии Начинают заниматься творчеством Или все оставляют и посвящают полностью себя живопису Или к какому-то другому виду искусства изобразительного Это действительно феномен, который изучается во всем мире И очень серьезные искусствоведы занимаются изучением творчества этих художников У всех художников, не получивших профессионального образования У них есть некоторые общие черты Которые сказываются и в стилистике И в этой иерархии размеров Цветовой гамме Когда обычно предпочитаются яркие, открытые, локальные цвета В композиционном построении Когда художник стремится пересчитать все предметы Все, что его окружает в этом окружающем мире Каждый камешек, кладки стены Каждый лепесточек цветка Каждую морщинку на лице старого, скажем, человека Ну и так далее, и так далее И в этом есть такая некоторая связь с детским творчеством Наивное искусство, в данном случае живопись И вообще народное творчество как таковое Это действительно феномен Когда человек, не имеющий профессионального образования Начинает что-то делать, и у него это получается Для меня, как обывателя простого человека У меня это вызывает восхищение Когда человек может своими руками сделать что-то такое Что если ему повезет, понравится и другим В экспозиции более 80 произведений Пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые сцены И даже анималистические композиции И все же главные герои произведения Рашида Саадулаева Люди, горцы и горянки, его земляки Художник передает главное Внутренний мир своих героев простой и ясный Глядя на портрет имама Шемиля, трудно сказать, что здесь первично Сам образ предводителя горцев или тонкий пейзаж, на фоне которого он написан Это страна гор, порождающая таких героев Такие люди, как Рашид, дарят своим отношениям к жизни Нам понимание того, какие у нас есть люди Как они умеют чувствовать Как они умеют воспринимать жизнь И вообще какая жизнь глазами наивного художника И Рашиду Саадулаеву я бы хотела и, думаю, каждый из нас Пожелать вот это тепло, эту доброту, которую он несет по жизни Продолжать делиться Продолжать делиться Творчество Рашида Саадулаева, как и вся биография, тесно связано с его малой родиной Родным Ботлихом Он всю жизнь работал на земле, возделывая ее Выращивал сады, воспитывал детей И параллельно занимался искусством К которому приобщил его дядя, художник-самоучка Абдулмажит Манапов Работал художником-оформителем в местном доме культуры Живописью начал серьезно заниматься после 30 лет Вот это всегда такая большая радость, открытие нового имени И, наверное, вот эту радость большую испытали все, кто как-то смог за последние два месяца Узнать и полюбить творчество ботлихского художника Рашида Саадулаева В нем, вот насколько я понимаю, присутствует какая-то внутренняя гармония И чувство такой, ну, благодати, может быть, благодарности вообще создателю Всему окружающему миру, природе Такая внутренняя незлобивость, любовь вот ко всему тому, что его окружает И, конечно, в первую очередь это горы, это его родина малая, его Дагестан, авария в Ботлях Горцы, горянки, окружающий их мир, их быт, их культура, традиционные занятия Все очень просто Натюрморты, довольно много натюрмортов у него, которые в основном стоят из цветов и фруктов Может быть, предметов какого-то прикладного искусства национального Ничего такого сверхъестественного нет Но вот то самое чувство гармонии, любви к окружающему миру Которое источает душа художника А она, в общем, как говорят, на кончике кисточки каждого художника, его душа присутствует И вот это все, оно отражается в его работах Работа Рашида Саадулаева – это своеобразное общение с окружающими и своей внутренней памятью Точка зрительского взгляда художника приподнята Так он обозревает свое прошлое с высоты При этом в нем нет гордыни, самолюбования Его искусство – настоящее Оно доступно любому – ребенку и старику, неграмотному и доктору наук Здесь не всегда действуют законы времени, гравитации и перспективы Но сюжеты повседневной жизни неизменно обретают вес и значимость мифа Сюжеты самые разные, жанры разные, есть именно такие, которые достаточно как бы традиционны и популярны у художников непрофессиональных Ну вот, например, сцена у него – терзание орлом маленького волчонка Но у него там нет крови, нет агрессии Этот волчонок просто на милого щенка похож А орел так как бы обнимает его этими распластанными крыльями И вся эта сцена в каком-то смысле даже вызывает умиление И вот в каждой картине художника живет вот это вот чувство любви к окружающему миру И это здорово Наверное, наивных художников все-таки нельзя судить профессионально Потому что это действительно люди-самоучки И как их называют люди чистого сердца Они как ашуги просто пишут то, что видят и то, как чувствуют В год 160-летия окончания Кавказской войны Музей истории города Махачкалы представляет уникальную выставку И впервые вводит в научный оборот фотоальбом капитана Никитина Альбом подвижного спора и торжеств на Гунибе По случаю 50-летнего юбилея покорения Восточного Кавказа 1909 год Мы рады тем, что музей города Махачкалы Вводит в научный оборот Я думаю, что это событие вообще для кавказоведения Потому что тема Кавказской войны, она вообще очень сложная Непростая для нас всех И к ней прикасаются до сих пор очень осторожно Но тем не менее, это болезненная страница в нашей истории О которой нужно говорить, нужно анализировать Нужно иметь представление исторических событий И мы в музее языком документов рассказываем о 1909 годе Только языком документов и материалов Такого рода выставки у нас еще не было Может это связано с самим материалом Он производит очень мощное впечатление Может быть потому, что это некое единое целое действие То есть это некий альбом Он так И в нем есть своя динамика, свой сюжет И от начала к концу хронологически Ты как бы соприсутствуешь при этом событии В экспозиции 56 редких кадров из альбома военного фотографа Действительного члена императорского русского технического общества Дмитрия Никитина Они сопровождены историческими документами В том числе неопубликованным ранее комплексом документов и материалами Специально предоставленными для проекта музея истории города Махачкалы Национальным архивом Грузии Российской государственной библиотекой И Национальным музеем республики Северная Осетия Алания Когда я спросила у старейшего работника архива Ну, я говорю, наверное, много дагестанцев приезжает И как-то эти фотографии у вас выкупает и работает с ними Она на меня посмотрела и сказала Я 50 лет здесь работаю, ты первая О нем многие слышали Есть альбом этого же события Но он называется по-другому И если здесь автор капитан Никитин То еще один альбом, который хранится в запасниках Ставропольского музея Там три автора Никитин, Баев и Хмара В том альбоме больше фотографий Но, видите, вот столько лет хранится альбом у наших коллег в Ставрополе Они его никак не показывают Много непонятного, да, много неизвестного в истории Кавказская война это очень больная тема во взаимоотношениях Тем более Дагестана с Россией Много написанных трудов, но еще каких-то конкретных вопросов Остаются, на мой взгляд, белые пятна Которые сегодня должны исследоваться Должны быть новые исследователи привлечены к этой работе И сегодня эта выставка Это яркий пример этому Я думаю, если напишут новую историю Дагестана Безусловно, эту выставку надо обязательно внести Потому что добавлять новую окраску Новый взгляд Вы можете себе представить? 19 век Живые фотографии Приезд на местника Кавказа Такая реакция дагестанцев Детям же это интересно В фотоальбоме отражены торжества в честь 50-летия окончания Кавказской войны Проходившей в Дагестане в 1909 году Тогда в Гунибе была проведена историческая реконструкция Последней битвы имама Шамиля и состоялся парад войск По случаю торжеств в Дагестан приехал на местник Кавказа Граф Иларион Воронцов-Дашков с фотографом Дмитрием Никитиным Выставка открывает новые страницы в непростой и драматической истории Дагестана и Российской империи Я готовила эту выставку Очень много человек спрашивали меня И говорили такую фразу Вы празднуете покорение Дагестана? На что я отвечаю, что мы ничего не празднуем Мы представляем альбом Праздновали вместе со всеми Вместе с царскими войсками И наши дагестанские старшины Представители Представители депутаций разных аулов То есть это Это все есть на выставке Причем праздновали И танцами Дагестанского конного полка Мы здесь видим на выставке И торжественном обеде И коллективными фотографиями Большая часть дагестанцев не знала Что Российская империя отметила 50-летие пленения Шамиля Мы видим, что это было сделано Как национальный праздник С привлечением большого количества офицеров Регулярных солдат Артиллерии Значит, Россия так оценила Покорение Дагестана И ни одна другая республика Или народ Народ Значит, вот так не сопротивлялся И так никто не отмечал Это такой факт, которым можно гордиться Наши люди показали Показали миру, России Что мы больше всех любим свою родину И при этом один факт есть Еще Скажем, не англичане Ни французы, колонизаторы Не одевались ни в одежду Американских индейцев Индусов или африканцев Мы одели российскую элиту Наш национальный костюм Последний день отречения от престола Николай был черкесский При оружии Своему сыну заказал Кавказское оружие черкесское Генералитет российского Лермонтова Помните Лермонтова Что касается этой благородной Воевой одежды Я в ней совершенный день Здесь неизбежно возникает Как бы две точки зрения Изнутри Мы, наверное, смотрим Все-таки изнутри генетически Но с другой стороны Ну, как Потому что это земля наших предков Это наша земля И это наша история Но мне У меня такое ощущение Что я все-таки филолог И я человек Выросший на русской литературе И на русской культуре Мне кажется, это интересно Я пытаюсь в этом разобраться В себе Я как бы независимо Совмещаю две Две точки зрения Я как бы и изнутри Ретроспективно Я вот там Среди тузенцев И с другой стороны Это взгляд отсюда уже Извне Трудно сразу сформулировать Но ощущение сопричастности Очень сильное По размаху этих торжеств Тогда имперских Можно понять Насколько это важно было Для истории России Потому что Вот эта Кавказская война Это же Были не только сражения Это было Взаимопонимание Ну, взаимостолкновение Каких-то культур Иногда говорят, что Тут встретились Исламская и христианская цивилизации Да, но Вместе с тем Встретились Привычный Общественный строй Российский Он же был Почти Рабовладельческий Так сказать И Общественный строй Дагестанский Где были Свободные люди В основном И вот это было Самой главной причиной Вот упорного Такого Долгого сопротивления Капитан Никитин Подошел к своему делу Основательно Он запечатлел Не только официоз Но и повседневные Эпизоды всех дней Торжеств Снабженные Подписями кадры Рисуют не только Все этапы маневров И штурма Бывшей твердыни И мама Шамиля Но и пейзажные Зарисовки Виды окрестностей И памятников Многие из которых Не дошли до нас Или сохранились Со значительными Искажениями Когда пишешь Роман Или книгу Связанную с историей Обычно не хватает Там души Так сказать Характеров Людей Документов много А судеб нету за ними А здесь Когда смотришь На эту экспозицию И особенно На Кругноплановые Экспонаты Вы видите Людей Самых обычных Самых разных Видите Как они Так сказать Вот характер Иногда просматривается Вот для меня Как для писателя Это очень важно Мне интересно Было посмотреть Потому что Я многие такие вещи Описывал В книгах своих А я Если бы я раньше Видел это выставок Может быть Я прибавил бы Несколько живых деталей Туда Понимаете Даже вот В манере поведения В том вот Как они сидят и едят Как горцы Смотрят на это Воспринимают Как дети На это смотрят Понимаете Как там Это Мусульман Так сказать Мула Или Дибир Как у нас говорят А реагируют На это все А рядом Там недалеко Стоит священник Который совершенно Гристианский Жен по-другому На все это смотрит Тут очень много Таких нюансов Таких чисто Психологических Которые люди Обычно не замечают Но для литературы Это может быть Одно из самых важных вещей Потому что история Она вещь очень материальная Это какое-то грандиозное С одной стороны событие А с другой стороны Там на одной из фотографий Там собака рядом Привал Бивак Вот они купаются И ключевое ощущение Что все-таки Как бы там ни было Жизнь Во всех ее проявлениях Вот наверное Самое главное И тогда Жизнь Самая ценная И сейчас жизнь Я просто потрясена Уникальнейшая выставка Эти все места Знакомые нам Я до сих пор Просто когда Училась еще в школе Была эта царская поляна Мы знали Название этой поляны А что там происходило Мы не знали Об этом не рассказывали Потом об этом узнали Через книги Булача Гаджи А потом еще дальше Но о фотографии Вот таких подлинных фотографий Увидеть удалось сегодня Я за это благодарна Просто вот Зарема Гаджи Работникам музея За огромный труд За эту выставку Я от всех Гунипцева хочу Сказать спасибо Я буду привозить детей Я буду привозить Сюда Гунипцева Я надеюсь Когда выйдет Альбом Эту выставку Хотя бы частично Мы сможем Организовать И в самом Гунипе Это надо показать всем Мы часто идеализируем Наше прошлое Может быть Романтизируем Может быть Как-то его Пытаемся Компилировать Сегодня События Проговаривать Какую-то одну часть И не замечать То, что было Есть Объективно Вот не хватает Объективности Мне бы очень Хотелось Чтобы мы Не отодвигали Эту Непростую Для дагестанцев И для Дагестана И вообще Для Кавказа Тему А просто Анализировали Знали И понимали Вопрос Я рада Что Для этого Анализа Музей истории Города Махачкалы Предоставил Очень Большой Серьезный И ценный Материал Редактор субтитров Продолжение следует...